Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Рад вас снова видеть. Хочу сегодня рассказать такую короткую тему, показать свою короткую тренировку. Здесь не будет ничего какого-то особенного, каких-то невероятных открытий для вас, скорее всего. Но я поделюсь кое-какими фишечками, которые я использую на своих тренировках. Это будет уличная тренировка, это будет стритворкаут. Я думаю, что вам это будет интересно. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, ну а мы продолжаем. Друзья, я очень благодарен этой площадке Виталию Клычко. Это не реклама Виталия Клычко, просто я думаю, вы знаете, кто это такой. Да, это всемирно известный боксер, который добился своих успехов, своим трудом, своим невероятным трудом. И вы знаете, что сейчас он мэр нашего города, поэтому до этого, еще до того, как он стал мэром, вот такие площадки, как здесь вы видите сейчас вот за мной, да. Это очень крутые площадки, я очень благодарен, что они вообще есть, что можно пойти на улицу, так просто потренироваться. Чтобы вы понимали, такие есть практически в каждом дворе, иногда даже по две площадки, и это очень круто, по всему городу натыканы такие площадки. Это реально очень круто, что он это сделал. Огромное уважение, спасибо. Ну а мы вернемся к моей тренировке, да. Что, смотрите, я хочу вам показать. Очень можно долго спорить по поводу всевозможных техник, как правильно ли делаешь что-то или неправильно ты делаешь. Ребята, мы все разные. У нас, из-за того, что у нас по-разному, природа нас создала разная ширина плечей, разная длина рук, поэтому каждому нужно делать своеобразную технику, именно подходящую именно для него. То есть, возможно, вам будет нужно более широкие хваты на брусьях, может быть, более узкие. Кому-то надо подтягиваться широко, кому-то уже подтягиваться, потому что максимально силу вы развиваете при определенной ширине хвата. Так же самое, как касается жима лежа, например. Вы должны подбирать эту ширину индивидуально под вас. Если у вас довольно узкие плечи, но длинные руки, вам никак не подойдет хват, который подойдет широкому парню, широкой клеткой, грудной, широкими плечами. Скорее всего, он будет более широко все делать, а вы будете делать все более узко. Поэтому об этом можно долго спорить. Ребята, более-менее средний хват выбирайте, вы, скорее всего, угадаете. Не слишком широко, не слишком узко. Так, как я построю эту тренировку? Первым делом обязательно я делаю разогревание на брусьях. Обратным образом я хватаюсь за брусья и я разогреваю себе спину. Потому что тренировка будет направлена на проработку спины и на проработку грудных. Если вы знаете, на брусьях работает тоже очень хорошо спина. И грудные, и спина. На подтягиваниях на турнике работает, конечно же, спина и очень много вспомогательных мышц. Это очень базовая тренировка на весь верх вашего тела. Да, здесь только ноги не работают. А так работают полностью весь верх. И бицепс, трицепс, и руки, грудные, ромбовидные трапеции, широчайшие мышцы спины. Ну, все. Это очень базовые движения, которые прорабатывают все тело. И для натурала это то, что нужно, если вы хотите вырасти. Таких тренировок у вас не должно быть много. Я рекомендую примерно одна, возможно, в неделю. Может, даже одна в две недели. Не чаще, друзья. Это очень тяжелая базовая тренировка. Очень эффективно. Но не нужно слишком часто такие тренировки делать. Итак, я стартую с разогревания спины. Делаю обратные подтягивания к брусьям. Тем самым я разогреваю спину. Я подготавливаю свое тело к подтягиванию на турнике. Зачем это нужно делать, а не сразу прыгать на турнике? Друзья, если у вас вес перевалил за 80 кг, или за 90, или вы уже даже за 100 кг, если тебе больше, чем килограмм, больше, чем 100, то вам нельзя делать просто так подтягивания, прыгать на турнике и начинать делать подтягивания. Это слишком большой вес уже для первого подхода, потому что это базовая тренировка. Вы сами тяжелые уже. Есть реальная вероятность оторвать себе трицепс. Или просто надорвать его трицепс. Чтобы когда это происходит, когда вы в подтягивании полностью опускаетесь внизу, нижняя точка, вы полностью расправляете руки, в этот момент вы можете себе надорвать трицепс или порвать трицепс. Чтобы этого избежать, я рекомендую не полностью разгибать руки, потягивая их в нижние точки и обязательно разогревать из перед тренировкой, как я разогрелся перед этим. После этого вы можете приступать к подтягиванию на турнике. Перед тем, как делать отжимания на брусьях, да, я делаю обычные отжимания, вот как от пола, да, но делаю их от брусьев. Вы можете сделать просто отжимание от пола, если у вас нет под рукой таких длинных брусьев. Просто от пола поджимались, после этого вы переходите на брусья. Это будет очень отличная идея, чтобы также сама подготовить свое тело к отжиманиям на брусьях, что тоже является очень тяжелым упражнением. Вы можете травмировать там как плечи, так и грудные можете тоже травмировать. Вы также можете даже оторвать грудные свои на брусьях, если вы, допустим, плохо разогрелись, если бы не нагнали крови. Я думаю, вы должны понимать такие базовые вещи. Обязательно нагоняем кровь перед тренировкой в мышцы, работающую группу. Так, во-первых, лучше почувствуйте то, что работает, и обезопасите себя от травм. Теперь сама тренировка, друзья. Сама тренировка будет состоять всего лишь из трех рабочих подходов на брусьях и трех рабочих подходов на подтягиваниях на турнике. По три подхода, и мы делаем разогревающие подходы и подводящие. Это может быть один-два подхода, разогревающих в каждом упражнении. То есть без нагрузки, без веса, дополнительно, без ничего. Я делаю сначала один подход на брусьях, потом я в процессе отдыха, я активно разминаюсь и иду сразу на подтягивание на турнике. Потом я возвращаюсь обратно на брусья и так чередую. У меня получается двух сет. Вы делаете одно упражнение, потом другое упражнение. После этих двух упражнений вы отдыхаете где-то примерно минута, две минуты, может даже три минуты. В принципе, столько, сколько вам нужно отдохнуть. И вы делаете опять этот круг. Круг из двух упражнений всего. Очень тяжелые брусья, потом очень тяжелый турник, да, вы потянулись на турнике. По три подхода в каждом упражнении до отказа. Я всегда работаю до отказа, когда у меня рабочие подходы. Я делаю немного подходов, но они все до отказа. Иногда это бывает даже всего лишь два подхода. Иногда это может быть даже один подход. Один, два, три подхода. То есть это постепенно нужно, когда вы приходите, найти свою золотую середину. И делайте больше, чем нужно. Если вам нужно, если вам хватает три подхода, чтобы вы росли, или два подхода, делайте только два подхода. Не нужно никуда спешить. Субтитры сделал DimaTorzok. По поводу техники на брусьях, да, чтобы делать акцент на грудные, да. Здесь идет немножко смещение на низ грудных. Это очень хорошо прорисовывает у кого слабая нижняя часть грудных. Вот эту часть, если ее нет, допустим, у них как будто не выделяются грудные. То вы можете делать брусья. Это очень-очень классное упражнение, которое реально растет грудные. Возможно, одно из немногих упражнений, которое действительно хорошо работает. Подберите хват. Наклоняйтесь вперед, впадайте свое тело вперед. И начинайте работать на брусьях очень медленно. Можно даже с небольшими паузами вверху или внизу. И обязательно с наклоном вперед. Таким образом, вы сместите акцент на грудные и уберете нагрузку с трицепса. Друзья, делайте отжимания на брусьях очень плавно. И не спешите, не торопитесь. Без резких движений. Это очень травмоопасное упражнение, но очень эффективное. Как видите на видео, я использую резинку иногда, которая дает мне дополнительно еще 20-30 килограмм нагрузки сверху. И помогает мне держать как раз корпус, немножко наклоненного вперед. То есть я наклоняюсь и лучше делаю акцент на грудные. Также я использую рюкзак с песком, в котором 20 килограмм песка на данный момент у меня. Если мне мало, я могу добавить еще резинку сверху. И резинку и рюкзак. То есть это уже будет 20 килограмм рюкзакей и еще 20-30 килограмм резинка. То есть это может быть до 50 килограмм вы на себя сверху добавили без особых каких-то там. Вы не таскаете с собой 50 килограмм. А вам нужно принести только рюкзак. Поэтому это упрощает вам жизнь. Но вы можете то же самое сделать и на подтягиваниях на турнике, но там чуть сложнее будет. Там нужно будет привязываться снизу. Итак, я не буду рассказывать все тонкости, нюансы отжимания на брусьях. Потому что есть разные вариации, разные техники, которые я, кстати, использую разнообразные. Здесь я показал именно эту технику. Когда-нибудь на канале покажу еще другую технику, которая тоже очень классно работает. Она из воркаута. Вообще я сейчас очень много тренируюсь в стиле воркаут. После карантин ввез свои коррективы в мою тренировку, в мою программу. Я реально начал ходить реже в зал тренажерный. Я очень много начал тренироваться. Примерно 50 на 50 тренируюсь на улице. Я добавил такие простые вещи в свою программу. Просто как подтягивания, брусья, вот такие обычные вещи. Друзья, это очень классно работает. Мне нравится то, как меняет сейчас мое тело. И как я становлюсь, как растут мои силовые. Мне очень нравится такой подход. И просто я больше нахожусь времени на свежем воздухе. Тем более сейчас лето, теплое время. Так можно, в принципе, до зимы так можно ходить. Да и зимой можно, если захотеть. Ходить, тренироваться на улице. Итак, давайте перейдем на подтягивание в турнику. Какие здесь особенности я хотел бы выделить и фишечками своими поделиться. Я думаю, об этом уже записали сотни видео. Я не буду прям сильно рассказывать так подробно. Я расскажу, как делаю я. Когда я делаю подтягивание, я стараюсь тянуться не подбородком, как в школе нас учили турнику. Я стараюсь тянуть турник где-то на уровень груди. То есть как будто бы грудной клеткой я тянусь. И обязательно я пытаюсь сводить лопатки за спиной в верхние точки. То есть я всегда контролирую, как мои лопатки, они должны как бы крутиться. Мои лопатки сводятся за спиной в верхние точки. Если, допустим, делать с большим весом, это не всегда получается делать так гладко. Но стремитесь к этому. То есть вы должны стремиться к тому, чтобы лопатки свести вместе за спиной. И тянитесь грудной к перекладине. Это будет самое эффективное. Теперь, смотрите, друзья, я использую крючки. Как вы видите в видео, в которые я себе одеваю крюки на кисти. Зачем я это делаю? Первое. Вы настолько сильны, насколько сильно самое слабое звено в вашем теле. Да, вот в этой цепи, конкретно, когда мы делаем подтягивание. То есть у вас мышцы спины, они очень сильные. Они реально очень сильные. Вы их тренируете с всевозможными большими весами. Еще у вас собственный вес, еще сверху веса. Ваши кисти, даже не кисти, а ваш хват, не всегда способен выдержать такой вес. Вы даже не понимаете, что это происходит. Вам кажется, что все нормально, мышцы устали спины, спина поработала. Что как будто бы вы дали хорошую нагрузку. Но на самом деле, когда ваши кисти уже не могут вас держать, ваше тело на перекладине, мозг посылает сигнал уже прекратить эту деятельность. Это, друзья, очень важная фишка, которую нужно понимать. Поэтому я вам предлагаю использовать или лянки. То есть соедините пауэрлифтинг, соедините с воркаутом. Используйте или атлетические лянки, тяжелые атлетические лянки, которые вы можете цеплять и наматывать себя к турнику. Это не совсем удобно. Я так делал и иногда тоже так делаю. Но я купил себе вот такие крюки. Их сложно подобрать. На это надо отдельное видео записывать. Подбирайте, прям померяйте их. Они иногда очень сильно больно пиваются в руку. Но, друзья, мы же суровые мужики, мы все вытерпим. Берите эти крюки и вы очень легко подцепите ими к перекладине. Это просто удобно делать. Потому что не всегда турник находится на какой-то нужной высоте. И иногда вы просто не можете достать до него. Поэтому вы цепляете себя крюками за турник. Тем самым вы перестаете думать о своих руках и о своих кистях. Вы меньше думаете о своих кистях и руках. И мы переходим плавно к второй фишке. Когда вы не думаете так сильно о руках, не фокусируете свой мозг на работе рук, то вы больше отдаете на работу мышц спины. И это то, что нам нужно. Вы фокусируетесь на работе спины и не отвлекаетесь на руки. Как раз то, что нужно. Вам нужно установить максимально хорошую нейронно-мышечную связь с мозгом. Чтобы ваш мозг был сфокусирован на работе спины. Друзья, попробуйте эту фишку. Купите эти крюки. Они недорого стоят. Если вы увлекаетесь воркаутом, потягивания на турнике, реально они вам могут сделать гораздо больше работы вы сможете сделать. Вы можете сделать совсем другие веса. Вы даже не представляете, на что вы способны. Просто добавьте вот эти крюки в свои тренировки. Вы увидите сразу же очень резкий рост. И как минимум вы добавите на 1-3 повторения. Со своим же весом, как вы раньше делали. Вы сделаете больше. Я просто вам гарантирую, что будет так. Теперь смотрите, друзья. Обратите внимание, когда я делаю подтягивания на турнике, иногда я могу встать на пол, постоять секунду и сделать еще одно повторение. Или два, или три повторения сверху. Вы можете по старой школе делать обязательно висе все. То есть вы висите на турнике и не спрыгиваете на землю. Зачем вы это делаете? Просто подумайте, зачем? Откуда это взялось у вас? Это стереотипы какие-то, которые у вас влезли, скорее всего, еще в школе, когда нельзя было спрыгивать с турника, потому что вам не засчитают разы. Вы не на чемпионате, вы не на соревнованиях. Ваша задача сделать максимальное количество повторений, которое вы способны сделать в короткий промежуток времени. Вам нужно уложиться примерно 30-40 секунд в этот промежуток времени. Вы можете немножко растянуть подход. Это называется искусственно продленный подход. Это нормальная тема. Просто спрыгивайте. Постояли секунду, 3, сделали еще одно повторение. Еще 3 секунды постояли, еще повторение. И так еще 2-3 повторения. Не надо так в каждом подходе делать, но можете попробовать на себе это индивидуально. Может быть, возможно, только в одном подходе нужно так сделать. Потому что так вы дойдете до более глубокого отказа, и вы быстрее придете к нужному результату. Просто не злоупотребляйте этим, не делайте так часто. Вот и все. Когда вы делаете, например, становую тягу, допустим, с пола вы поднимаете штангу. Вы же каждый раз ставите штангу на пол. Вам не обязательно штангу в воздухе оставлять. Некоторые так делают, это не обязательно. Вы можете ставить штангу на пол, вставать, опять вы ставите на пол, вы отдыхаете пару секунд. Это тоже нормально, абсолютно. Просто если вы отдохнули долго, например, вы там затянули, и ваш отдых уже там 30 секунд длится, тогда, друзья, это уже все. Вы уже закончили упражнение, вы закончили подход. Тогда это уже ждите следующего подхода. А пару секунд вы можете подождать. Это абсолютно нормально, и это поможет вам сдвинуться с какой-то точки, если вы, допустим, не можете сделать больше, чем раньше. Это поможет вам выйти на новый уровень. Иногда можете использовать такую технику. Не злоупотребляйте, но иногда это может быть очень и очень эффективно. Друзья, это все, что я хотел поделиться в этом видео. Это очень короткая, да, такая моя тренировка. Это моя реальная тренировка. И хочу рассказать вам про новость. Да, я начал еще один проект. Я начал английский канал. Начинаю записывать видосы на английском языке. Возможно, кому-то из вас будет интересно послушать, да, на английском языке. Возможно, какая-то практика языка будет. В первую очередь, это практика языка для меня английского. Я очень много деляю времени обучению языка. На самом деле, очень тяжело записывать на английском. Тяжелее, чем я думал, гораздо тяжелее. Это может показаться довольно легко, но на самом деле, очень сложно записывать на английском. Зачем я это делаю? Я хочу развивать аудиторию, конечно же, да, то есть, чтобы люди смотрели из других стран на английском языке. Контент не будет одинаковый и там, и здесь. Какие-то видео будут одинаковые, скорее всего, тренировки, то есть, и здесь, и там будут повторяться, но некоторые не будут одинаковыми. То есть, в перспективе в будущем будут немножко разные видосы я буду заливать, но они похожую тематику, то есть, в принципе, похожая тематика вот этого канала, но не всегда будут видео одинаковые. Поэтому, если кому-то интересно, друзья, переходите, я оставлю ссылку под этим видео, буду рад вас видеть и на том канале. Может, кому-то из вас будет интересно, будет приятно вас там увидеть, да, старых своих друзей из канала русскоязычного. Друзья, вам желаю удачи и увидимся в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok